Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Могут ли ответы на ваши молитвы быть заблокированы невидимыми бесовскими структурами? А может, вы устали молиться за исцеление, спасение семьи, финансы или даже служение? Моя гостья получила сверхъестественные инструменты и стратегии для победы. Она называет это «следующий уровень». Теперь пришло и ваше время побеждать. Время только для того, чтобы побеждать. Побеждать! Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте. Я привел многих людей к познанию Мессии. Очень многих. Но я никогда не слышал, чтобы к Мессии приходили так, как вы, дорогая моя Авеннер. Расскажите, пожалуйста, нам об этом. Я была дома. В тот вечер мы готовились к мероприятию. И вдруг зазвонил телефон. Сколько вам было? 17 лет. Обычно я не отвечала на звонки, но никто не брал трубку. Вокруг было много людей? Да, человек 10-15, но никто не брал трубку, словно не слышал звонка. Я подошла, взяла трубку и мужской голос спросил какого-то человека. Я сказала, а здесь таких нет, положила трубку и ушла. Через минуту телефон зазвонил опять. Никто не шевельнулся, словно не слыша звонка. Я вновь взяла трубку и услышала тот же голос. И я сказала, я же уже говорила, здесь таких нет, и положила трубку. Я не знала, что этот мужчина решил рассказать тому, кто ответит, о любви Иисуса. Вы не поверите, но когда телефон зазвонил в третий раз, никто не подошел. И тогда я снова подошла к телефону и ответила на звонок. Вы начали сердиться, когда вновь услышали звонок? Конечно, конечно. Я сняла трубку и начала. Я же уже говорила. Но мужчина перебил, подождите, и стал рассказывать мне о любви Бога. Он поделился со мной Евангелием. До этого я словно жила во тьме, и вдруг в моем мире засиял свет. Я помолилась, и в ту же минуту я приняла Иисуса Христа. Но это не все. Позже Веннер вышла замуж за одного мужчину. Вы говорили, что ваш близкий родственник был пророком. Внезапно вы тоже начали получать какие-то знания. Однако ваши церкви мало знали и учили о сверхъестественном. Довольно сложная ситуация. Думаю, по этой причине Бог поднял вас как учителя, чтобы помогать людям разбираться в таких вещах, в их дарованиях. Да, согласна. Мой потрясающий дядюшка был пророком своего времени и рабом. К нему часто подходили с вопросом, что ты сегодня услышал? Что тебе снилось? Но он не знал пророческого языка и просто пересказывал людям свои сны и ощущения. Став верующей, я начала замечать за собой то же самое. У меня был определенный молитвенный цикл. Два дня молитв, затем два дня поста, перерыв, и вновь два дня поста. И я обнаружила, что когда ко мне кто-то подходил, я заранее знала, что он скажет. Но я не знала, как выразить это словами, и поэтому молчала. Однако Бог начал восстанавливать язык пророка в теле Христова. И я обрела язык для расшифровки своих переживаний. Я могла просто продолжать слушать голос Бога и провозглашать то, что услышала от Него в духе. Я знаю, что среди нашей аудитории, телезрителей, как и в аудитории этой студии, есть люди, которые пришли и слушают нас не только потому, что эта программа называется «Это сверхъестественно». Вы верите, что Бог сотворит сверхъестественное чудо. Вам поставлен диагноз «рак», и вы сделали все, что в ваших силах. Вы сказали, я пойду на эту программу, я посмотрю эту программу, потому что мне нужно сверхъестественное чудо. Прямо сейчас я провозглашаю исцеление. Я приказываю процессу смерти в вашем теле остановиться и заявляю, что сейчас вы на пороге сверхъестественного переворота. Когда вы вновь пойдете к врачу, он сделает совсем другие выводы. Я слышу стих из Писания «Восстань, светись, ибо пришел свет твой». Ваше здоровье меняется прямо сейчас. Даже если враг будет говорить, что вы не исцелены, это просто слова. Я провозглашаю, что сегодня над тем местом, где вы спите, откроются небеса, и вам приснится сон о небесах. Это будет вашим подтверждением, что вы были исцелены и получили освобождение. А знаете, Веннер, я это чувствую. Я еще не вижу. У меня пока нет такой способности. Я не зря сказал «пока». Я пока этого не вижу, но если бы я видел, я бы увидел, как ваши слова направляются прямо к этим людям. Да. У вас удивительный дар пророчества. Расскажите нам о пророчестве на Ямайке. Это было на Ямайке в 2018 году. До этого я ездила туда два года, и это уже само по себе сверхъестественно. На этот раз я поехала служить на конференции, и вот настала моя очередь говорить. Поднявшись на сцену, я не открыла писания. Во мне стало подниматься пророческое помазание. Как сейчас? Да, как это было сейчас. Я начала пророчествовать. На этом острове скоро найдут нефть. В течение трех-четырех месяцев вы найдете нефть. Затем я сказала, в вашей стране обнаружат сокрытые сокровища. Бог говорит вам, бодруствуйте и не допускайте духа пиратства. Я сказала это в конце января. Через месяц, в конце февраля, я получила по почте статью, напечатанную в газете. И знаете, о чем там говорилось? Там написали о том, что на острове обнаружили нефть. Это было удивительно. Настоящее чудо. Много лет назад я был на семинаре. Там я услышал такое высказывание. Бог отвечает на молитвы тремя способами. Или да, или нет, или подожди. Звучало так хорошо. А это правда? А в Эннер? Да, я верю, что Бог отвечает да, нет и не сейчас. Но мы должны знать, что ответил Бог. Иногда это не сейчас. В своей книге я говорю о разнице между ожиданием и отсрочкой. Бог всегда отвечает на молитвы. Нам лишь нужно знать, что это за ответ. В чем разница между ожиданием и отсрочкой? Между ожиданием и отсрочкой есть разница. К примеру, Бог ответил вам да. С этим да связаны и другие люди. Бог устраивает обстоятельства этих людей. Иногда Бог просто вырабатывает вас терпение, вырабатывает плод духа, терпение. Так вот, что с нами на самом деле происходит. Иногда мы просто учимся ждать. У всего есть сроки. Наступает момент, когда совершается действие Бога. Если сроки ожидания от Бога на исходе, но вы не видите осуществления того, что сказал Бог, это называется отсрочкой. Отсрочка незаконна. Сталкиваясь с отсрочкой, знайте, она всегда незаконна. Время ожидания от Бога законна. Оно есть в жизни каждого из нас, потому что Бог очень добрый отец и совершенствует нас. А отсрочка – это дело врага. Чтобы мы ушли разочарованными, убежденными в том, что Бог не ответил. Я хочу, чтобы вы помолились и разрушили дух отсрочки. Я говорю вашу жизнь и знаю Духом Божьим, что есть группа лидеров, которые прорываются к победе. Это группа пасторов. В вашем городе что-то произошло. Ваша церковь не выросла. Ваше служение не выросло. Есть еще бизнесмен. За последнюю неделю с вашим бизнесом случилось что-то страшное. Вы сказали, «Я не буду ждать, когда все изменится. Я обращаюсь к вам, бизнесмены». Такая отсрочка случилась не в первый раз. Вы сталкиваетесь с ней вновь и вновь, словно в замкнутом круге. Я приказываю духу отсрочки отпустить вас и ваш бизнес. Я говорю на ваше служение. Я говорю на ваше служение. Вы так долго ждете, когда приходят три человека. Десять – это время уходит. Я запрещаю духу отсрочки и приказываю начаться сверхъестественному процессу благовестия, роста и проявлений в вашем служении. Как женщина Божья, как голос апостола в теле Христовом, я приказываю силам отсрочки рухнуть во имя Иисуса Христа. Вы должны меня послушаться. Я приказываю вам рухнуть во имя Иисуса Христа. Эта молитва вызвала у меня один вопрос. Расскажите о бесах-плотниках. Бесы-плотники – это конструкторы зла. Они словно бесы-кузнецы. Они сооружают в вашей жизни такие обстоятельства, чтобы вы плутали, словно по лабиринту. Я увидела это в духе. Я увидела лабиринт и мужчин, и женщин Божьих, которые пытаются найти в нем выход, но не могут это сделать. Бесы-плотники сооружают обстоятельства, призванные вывести нас из плана и действий Бога. В таком лабиринте вы словно связаны. Вы не двигаетесь ни назад, ни вперед, не видя проявлений того, что сказал вам Бог, и не знаете, как прорваться. Однако Бог дал вам инструменты. Бог дал вам все, что нужно, чтобы сражаться, воевать и побеждать. Вам лишь нужно уметь пользоваться своим оружием. Следующий уровень научит вас, как пользоваться оружием. Что вы имеете в виду под этим термином «возмещение»? «Возмещение» не то же, что восстановление. Много лет я слышала этот термин в теле Христовом снова, снова и снова. Время восстановления, время восстановления. Восстановление значит лишь то, что я получаю назад, то, что у меня забрали. Однако Библия говорит так. Если поймаешь вора, он должен возместить ущерб вплоть до семикратного размера. Поэтому между восстановлением и возмещением большая разница. Возмещение – это часть восстановления, но оно не проявляется во всей полноте, пока вы сполна не получите то, чего лишились, плюс сверх своей потери. У вас такое прекрасное учение. Однако большинство наших зрителей не знают о том, насколько сложна эта сеть зла, насколько хитро сплетена эта сеть, чтобы мы не получили то, что нам дает Бог. Объясните, что это за бесовская структура? Бесовские силы действуют в Поднебесье. Вы видите, как по-разному они действуют в разных регионах. К примеру, в одном регионе вы увидите засилье азартных игр. В другом регионе вы увидите засилье чего-то другого. Я обнаружила, что часть фундамента служения – это здоровые семьи. если семьи разрушены, если они разделены, это влияет на служение, с которым вы связаны, и на всех, с кем вы связаны. Божий порядок и желание Господа Бога – это полное восстановление семей. Взять, к примеру, девятую главу Даниила. Мне нравится этот отрывок, где Даниил понял, что 70 лет плена подошли к концу. Он говорит, 70 лет истекли. Этот срок закончился. Теперь начнется что-то другое. Он стал поститься и молиться. Библия говорит, что он надел свою обычную одежду, взял пост, изменил свой рацион и начал прорываться и искать лица Господа. Наконец, к нему пришел ангел и сказал, «Не бойся!» Появление ангела было проявлением. Даниил испугался, задрожал и упал лицом вниз. Ангел поднял его и сказал, «Даниил, не бойся! С того дня, как ты начал молиться, с того дня, как ты решил искать Господа, Бог ответил, «Я пришел по твоим молитвам, но над моим пути в Поднебесте шла война. Михаилу пришлось прийти и прорываться, чтобы я мог принести тебе ответ. Порой, когда мы молимся и ждем, на небе идет война, и нам нужно знать, как использовать инструменты поста, молитвы, поклонения и провозглашения Слова Божьего». Решительно настройтесь. Я вам верю. Да, я верю вам. А теперь очень кратко поделитесь с нами, что же такое помазание на завершение. Бог помазал нас на завершение. Павел писал в конце своей жизни, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Когда Иисус висел на кресте, Он тоже произнес, «Свершилось». На нас есть помазание не только начать и не только поддерживать статус-кво. На нас есть помазание завершить, и не просто завершить. На нас есть помазание завершить хорошо, завершить в силе. И я верю, что когда мы знаем, как пользоваться своим оружием, тогда мы не просто участники, мы двигаемся к финишу. У Бога есть замысел. Когда Он творил Сидорота, Он думал, «Мне нужна телевизионная программа о сверхъестественном». Ее не будут клонить ни вправо, ни влево. В ней будут непреклонно верить. В невозможное! А знаете, вы, вот именно вы, удивительно сотворены. Такого, как вы, никогда не было на планете Земля, и никогда больше такого не будет. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Веннер, вы говорите о рассеянности. Расскажите теперь об этом. Все, что происходит, когда вы отвлекаетесь. Когда вы рассеянны, враг порой заполняет ваш разум хорошими вещами. Я называю это занятостью. Но в ходе этой занятости мы отвлекаемся от того, что действительно важно. Мы забываем о своем оружии из-за чего-то другого. Да, в жизни бывает всякое, верно? Но нам нужно уделять внимание тому, что действительно важно, и помнить о главном. Когда я рассеянна, я теряю фокус. Теряя фокус, я теряю энергию, силу и стремление. И по этой причине я могу проиграть. А что, если у вас большие трудности и ничего не происходит? Я имею в виду вообще ничего. Что вы тут посоветуете? Бывает, что у вас трудности и ничего не происходит. Я знаю Духом Божьим, что нас смотрят семьи, чьи дети внезапно ушли из дома. Вы, как родители, очень переживаете. Я вижу родителей, которые несколько ночей не спали и молились. Вы говорите Господу, даже если мой ребенок не вернется, я хочу, чтобы он вышел на связь. Сейчас я посылаю слово вашим детям, где бы они ни находились, и провозглашаю, что в ближайшую неделю они выйдут на связь. Я провозглашаю, что они вам позвонят. Я активирую процесс примирения между вами и вашими детьми. Несмотря на обиду, которая проникла в ваши сердца и разделила семью, я провозглашаю исцеление вашей семьи. Родители всем сердцем жаждут воссоединиться со своими детьми. Я провозглашаю это Духом Божьим и посылаю слово вашему ребенку. Я говорю вашему сыну, сегодня вечером ты увидишь во сне своих папу и маму. В твою жизнь придет пробуждение. Ты встанешь и направишься из чужого города домой. Это будет время примирения. Я ощущаю любовь Господа Бога, которая просто обрушится на вас, когда вы встретитесь. Ваши молитвы были услышаны. Неважно, сколько вы молились и сколько времени ждали. Я хочу, чтобы вы всегда знали, что Бог — это благой Отец. Он сказал, «Я бодрствую над своим словом, чтобы оно исполнилось. Я не человек, чтобы мне лгать, и не сын человеческий, чтобы мне изменяться. Если я что-то задумал, я это осуществлю. Это ваше время проявлений. Бог проговорил ко мне. Моя церковь ждет проявлений и двигается, не видя их. Я увидела в духе замкнутый круг. Мы долгое время ходили по нему снова и снова. Бог говорит, что период без проявлений закончился. Пришло время проявлений. Я активирую в вашей жизни чудеса и сверхъестественные проявления. Ваши уши больше открылись для слышания голоса Бога. У кого-то из вас есть помазание видения. Однако люди не понимали того, что вы видели в духе. И поэтому вы ушли в тень и решили ни с кем не делиться своими переживаниями. Я призываю вас выйти из тени. Я говорю, ваше время пришло. Пророки, выйдите из тени. Выйдите из тени. Выйдите из тени во имя Христа. Возможно, у вас не было сверхъестественного звонка с призывом принять Мессию, как это было у Веннер. Возможно, вы хотите знать Бога так же сильно, как Он хочет знать вас. Да, Он хочет знать вас больше, чем вы хотите знать Его. И тут речь не о религии вовсе. Речь об отношениях, личных отношениях с вашим лучшим другом. Поэтому повторите за мной вслух эту молитву от всего своего сердца. «Дорогой Бог, я грешник, я раскаиваюсь, я верю, что драгоценная кровь Иисуса омывает все мои грехи. Я чист. Теперь, когда я чист, Иисус, войди в мое сердце, живи во мне. Я хочу знать тебя. Я смело провозглашаю. Иисус, Ты мой Господь. Аминь». Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Хрвоя Серовина. Возможно, вы или ваша семья находитесь в оковах зависимости, греха или страданий. Порой причина вовсе не вас в наследственных проклятиях. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественным». И узнайте, как искупить свою родословную и насладиться полной свободой. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами».